Слава Богу! И я тоже об этом свидетельствую, что в жизни я пробовал эти вещи. А вот мальчик этот шоу, вы узнали его, как он сейчас? Нет, не знаю. Для него это тоже свидетельство было? Сейчас уже не мальчик, уже прошел 13 лет уже, слушайте. Хорошо, что Бог его тоже найдет. Я думаю, что да, кого Бог воскрешает, Бог имеет замысел об этом человеке, промысел и особый какой-то промысел. Хотя бывают разные моменты тоже, тоже разные моменты бывают. Знаете, не все так однозначно. Но я верю, что Бог, когда воскрешает, имеет замысел о человеке. Даже если человек не воспользует этим замыслом, то все равно есть реальности, которые могут стать реальностью в этой реальности, в этом временном мире, временном и временном мире. Вчера тоже спрашивали, как раз мудрецов еврейских спрашивали в древности, все предопределено или есть выбор? И мудрецы тоже делали совещание в своих школах богословских, еще до Иисуса тоже это было. И самый удивительный был их ответ. Они сказали, все предопределено и есть выбор. Вопрос был или, они написали, сказали и есть выбор. Как? Вот божественные измерения по-человечески, они кажутся просто невозможными. Но невозможное возможно. Удивительно. И есть, и есть выбор. Хотя все предопределено. Чарльз Сперджин, мне очень нравятся его беседы эти с этими студентами. Да, да. Хорошие очень беседы. В сборнике я купил эти проповеди Сперджина. Там интересные беседы. И там у него есть такая мысль. Мне надо как-то, я ее себе раз и записал сразу же. Значит, что по поводу, значит, как вот мы говорим, кальденистов и арменианец. Да, арменианецкое учение. Вот, Яков Армений, конечно, он был молодой, горячий проповедник. Очень харизматичный такой, как бы убеждающий. Там Англия, открыв рот, слушала его. Значит, и другие народы многие. Как бы эти учения распространялись. Вот, а Жан Кабин, он в момент этих, там уже, ну, пожилой человек уже. Вот, немолодой. Значит, школа большая. Ну, франкоязычная школа. Вот, но интересно. Значит, и Чарльз Сперджин сказал так. Что, говорит, это не спор, как бы, богословский, даже разных мнений, да. А это спор, это спор опыта, опыта жизненного, христианского. И он сказал такую фразу интересную, что христианин в начале пути, он арменианец. Арменианин в начале пути. Вот, я нашел Бога, он говорит, я пережил встречу с Богом, я, я, я в начале стоит всегда. Но в конце пути он кальвинист. Он говорит, о, благодать спасен тобой. Это ты был все в моей жизни. То есть, как бы, понимаете ли, одна и та же жизнь, но с разных позиций она видится совсем по-другому вообще. Вот. В принципе, и тот, и тот прав человек. В принципе, мне вот Сперджин чем понравился, что он сказал, что, в принципе, и Кальвин, и Армений, они правы. Самое интересное. И тот, и тот прав. Просто по-своему. О, своя правда. Вот. А истина, она в Иисусе. Аминь. Аминь. Она, которая выше всего вообще. Выше и Кальвины, и Армении, и всех остальных. Слава Богу. Да. И по поводу церкви. Да. Экклезиология, учения церкви. Но, я хочу свидетельствовать, друзья. Значит, в конце 2000-го года, вот я вчера слышал. Не свидетельствовал. А вот события 2003-го года. Воскрешение мальчика там. И то, что слово, которое я слышал, вопрос был три раза, прозвучал в мою жизнь. Что значит? Что видел ли я это? А потом громко также было сказано. Вот так будет и с церковью. И потом, когда я ехал обратно. Ну, ехали мы домой уже. Киев. То по дороге одно и то же слово вспоминалось. Что я есмь воскресение и жизнь. И верующий меня даже если умрет, оживет. Вот это все вспоминалось. Одно и то же. Назойливо. Одно и то же. Не мог ни о чем другом думать. Но это очень приятно. Когда от Бога вот подобное происходит. Хотя не часто от Бога назойливо бывает. Чаще от врага бывает назойливо. Вот. Но иногда от Бога бывает постоянно. Ты вспоминаешь одно и то же. Вот. Но это очень приятно. Это приносит мир. Такое спокойствие в сердце. Вот. В отличие от вражеского. Знаете ли. Тем более враг все время всякую гадость обычно подбрасывает. Как мухи назойливо летают. Вот. Насчет эти мысли. А от Бога она всегда приносит мир, радость, покой. Вот. И будущность дает. Слава Богу. И вот. Еще раньше. В конце 2000 года. Когда он начинал церковь здесь в Киеве. То. Знаете. Вот. Я видел сон. Сон. Который очень сильно повлиял на мое служение. Во сне увидел похороны, не похороны. Ну. Вроде как. Подготовка к похорону. Значит. Большой зал. Опять не зал. Не знаю что это такое. Вот. Оно в центре освещено это помещение. Как бы значит там. И. А в полумраке. Ну. Какие-то люди там. Я их не вижу. Ну. Я сам. Как бы так. В полумраке чуть стою. А на свету. И в самом центре этого света. Там. Такой. Постамент. Не постамент. Стол. Не стол. Что-то такое. Подиум какой-то. А на нем. Гроб. Гроб. Закрытый. Но. Я почему-то сразу знаю. Что там находится. В этом гробе. А там. Я знал. Что тело мертвой девушки находится. И. Я почему-то знал ее историю. И. Была ужасная история. Над ней. Издевались. Ее убили. И расчленили. Тело даже. И все это. Фрагменты тела. Они все лежат там. Такая жуткая история. Я во сне же недоумеваю. К чему это вообще все. Как бы. Зачем это все. Мне это вот. Ну. Видеть это все. И представляете. И в этот момент. Когда я недоумевал. Что же это такое. Значит. Я слышу голос. Тихий. Прямо во сне. Голос. Который говорит. Иди и молись за ее воскрешение. Иди. Воскреси ее. Я. Понимая во сне же. Что это Бог говорит. Но мне ужасно не хочется этого делать. И вообще. Я примерно так сказал Богу. Примерно так во сне. Что. Говорю. Господь. Я никогда не молился за воскрешение мертвых. Во первых. Значит. Ну. Это правда на самом деле. Когда я не молился никогда. А во вторых. Говорю. Если бы она все таки была бы просто мертвая. Может я попробовал бы. Может быть. Попробовал бы даже. Но она же не просто мертвая. Она же еще на части. Какие то поделена. То есть. Как это. Это же не конструктор. Как бы. Чтобы. Но я подумал. Я говорил Богу. И мне казалось весьма убедительно. То есть. Как бы. Убеждал Бога. Вот. Самое интересное. Бога не убедил я. Опять. То же самое слово. Иди и молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Иди воскреси ее. Я понимаю. Что все мои аргументы. Я думал это убедительно. Не убедительно. Я опять стал что-то. Там. Говорить. Я сказал примерно так. Что говорю. Вроде как не за себя переживаю. А за него вроде как бы. Вот. Вот. Какие верующие. Какой Бог. там как бы. И не дай Бог. И вроде как бы. За его имя переживаю. Самое интересное. Он не переживает. Третий раз. Слышу то же самое. Прямо во сне. Тихо. Но очень убедительно. И очень так. Хорошо и четко. Иди и молись за ее воскрешение. Иди воскреси ее. Я что-то попытался еще сказать. Не помню уже что. Я проснулся. Потому что. В среде ночи. Жена дети спят все. Я на кухню пошел. Сна не в одном глазу вообще. Хотя глубокой ночью. Еще и не спал фактически. Но. Как будто бы вообще. И сна никакого нету. Ну я значит там. Первая мысль моя была такая. Ну. Слава Богу это всего лишь сон. Думаю. Ну. Слава Богу. Вот. Это сон. Что так не приснится думаю насчет. Ну. Наверное. Ну. Неприятно конечно. Когда ты с Богом споришь. Вот так вот. Думаю. Ну. В принципе что. Сказали. Ну что. Сломаешься что ли. Ну. И. Ну. Наверное. Думаю. Во сне. Бог наверное показал. Мое упрямство. Гордость какую-то там. Ну. Конечно. Попросил прощения. Не только на всех случаях. Вообще. Попросил прощения конечно. Значит. Я на кухне уже там помолился. Покаялся. Все. Ну и сна по-прежнему нету. Я там уже молюсь уже. Обо всем. О том. О всем. О пятом. Десятом. Все вроде хорошо. Уже не знаю чем молиться. Молюсь значит. Просто на языках молюсь. Просто молюсь на языках. Вот. Я крещен Духом Святым. В девяносто шестом году. Когда вышел из РПЦ. Значит. То. Через несколько месяцев. После того выхода. Бог меня крестил Духом Святым. Разные люди молились. Тоже я просил. Ну как то. Оно все не шло. Не шло никак. А потом жена помолилась. Мышка прибежала. Хвостик выглянул. И все. Совершилось. Вообще. Так интересно. Вот. Но. Я на жену смотрел там. И завидовал. Белой завистью. Ну. Насчет. Думаю. Надо же. Кстати. Насчет жены. Отдельное свидетельство. Такое. Ну ладно. Жалко ее нет. Она бы сейчас сама рассказала бы что-то. Хотя она у меня такая очень такая скромная. Я сам порой клещами вытаскиваю слово какое-то. Но. Знаете. Интересный момент такой. Я стал молиться на языках. А потом. Это переросло в говорение. Знаете. Да. Есть разница? Да. Небольшая. Довольно такая. Принципиально. Говорение. То есть. Я стал говорить. Притом. Так даже мне казалось убедительно. Но. Опять таки. Ум то бесплоданно. О чем же. Мне даже интересно самого стало. О чем же я так говорю. Убедительно. Как будто выступаю. Вот. И притом. Что такое. Мне же самого интересно стало. Паузу сделал такую. Вроде как бы. Уже проговорился. Значит. Паузу сделал. И. И. Вот это любопытство. Кстати. Очень мощная вещь. Любопытство. Сильнейшая вещь. И в хорошем. И в плохом. Во всем. Значит. И знаете. Вот. В хорошем. Это тоже очень сильно. Вот. Касательно. Вот. Вот именно. Когда человек без любопытства. То никакие дары Духа Святовой. В нем не будут действовать. Сто процентов. Когда ему любопытство развито. То. Бог. Очень любит таких людей. Вот. Значит. Вот. И. У меня вот. Такое любопытство. Раньше у меня не было такое любопытство. Вот. По поводу языков. Ну. Молюсь там. Говори. Ну. Я понимаю. Духом говорю. Богу. Значит. Ну. В принципе. Особенно. Не вникаю в это. А здесь так интересно стало. Что же я такое сказал. Притом. Так. Мне казалось убедительно. И. Вдруг. В этом моменте молчания. И. Моего любопытствования. Вдруг. Я впервые в жизни пережил. Истолкование. А это то же самое. Что пророчество. Оказалось. Действительно. Сто процентов. Виблию права. И. Представляете. Вот. По крайней мере. Как будто второй твой язык. Я сейчас татарский подзабыл. Но. Допустим. Вот. Когда пацаном был еще. Татарский. Был мой второй язык. Потому что. Особенно. Когда с дедушкой и бабушкой. Они по-русски ничего вообще. Не знали. Фактически. Вообще. С ними нужно было по-татарски. Хочешь не хочешь. Изъясняться. Вот. Поэтому как бы. Но потом пошел первый класс уже. Потом. Ну да. Первый класс. Второй класс. Уже мы. В европейской России жили. Значит. С татарской семьей моей. Мы почти не видели. Что там. На каникулах летних там. И то. Очень мало времени. Вот. И подзабыл все же татарский. К концу школы. Я уже и забыл. Фактически. Там. Пару слов. Какие-то знал там. Раз там. И все. Значит. И представляете. А здесь как будто вот. Вот. Как вот тогда было в детстве. Я на русском думал. Но как бы. Переключался там на татарский. Там хочешь не хочешь надо. Значит. Особенно когда все бабаи собираются. Детушки все собираются. Там. Там нужен по-татарски. Хочешь. Что-то. Сто процентов. Вот. Значит. Они все одна с ним. Общались у нас. Казанские татары. Вот. И зато каждый давал мне. По. А. Владимиру Ленину. Значит. Рубль. Рубль. Такой. Железный. Да. И потом уже. Я к обейке подходил. К своей бабушке. Миньбану ее звали. Раскрывал свою сокровищницу. У меня было 300 с чем-то рублей. Да. По тем временам. Когда 70 рублей. 80 рублей в месяц. Получали деньги. А я на курбан собирал. Больше 300 рублей. Ну. Некоторые. Правда. Бабаи давали по 50 копеек. Но ничего. Как бы. Я не в обиде был. Потому что. В целом. Вкупе. У меня получалась хорошая сумма. Да. Вот так вот. Для пацана это вот. Ну. Конечно. Бабушка все. Ну. Мне там. Забирала. Большей частью. Конечно. Мне что-то там оставляло. Вот. Так что. Курбан я любил. Обязательно. Вот. Значит. Там. Не только мясо поешь. Значит. Там. Всего. Ну. Еще. Вот. Интересно. А здесь. Как будто бы включился вот этот второй. Как бы. Я. Понимал. Значит. По крайней. Первую фразу. И первое предложение. Я. Стал говорить это все на русском языке. То есть. Я. Стал переводить самого себя. Для самого себя же. Это. Это так интересно. Оказалось. Вообще. И когда первое предложение перевел. В слух сказал. На кухне был только я один. Я самому себя рассказал так. Сделал паузу. Стоп. Я и второе предложение знаю. И я стал говорить это. Сказал второе. Начал третье. И так интересно получилось. Я перевел вот это говорение. Все. Там довольно продолжительное. Для себя самого же перевел. Я был ошарашен. Буквально ошарашен. Это было истолкование. Объяснение этого сна. И не просто объяснение. Там довольно очень серьезно было сказано. Я до сих пор. Прошло столько лет. Я до сих пор немного. Так. Восхищение того что я слышал. В принципе мое служение. Оно во многом. Как бы даже раскрылось в этом. Объяснение. Было сказано что это была не девушка. Что это была церковь. И конкретно было сказано православная церковь. Кто ее насиловал. Было сказано. Политики. Религиозники. Было сказано императоры. Там значит прочее. Вот ее расчленяли. Убивали. Расчленяли. И даже сказано было интересно. Там в одном из предложений что. Не помню это слово. У меня записано есть это. Такое объяснение было что. План дьявола как врага. Да. Похоронить ее вообще теперь. Его дальнейший план похоронить. Но у Бога есть оказывается. Я в этом исполковании узнал. Есть план испортить эти похороны. Знаете как вот Иисус шел да. Навстречу похоронной процессии шла. Да. Он остановил. Женщина не плачет. Говорит. Воскресил. И вместо слез радость. Вместо похорон там уже там уже все там дома уже салатики все повезло. Все уже готово. Значит уже для помилок. Ага. Есть праздник. Вместо смерти воскресение. Жизнь. Представляете. Я потом стал вспоминать. Думаю. Так точно. Господь такой. Вот. Значит. И у Бога есть план воскресить православие. Непосредственно. В разных конфессиях он по-разному будет действовать. Я убежден. Как написано у Павла. Помните что. Встань спящий да. Воскреси из мертвых. И осветит тебя Христос. И вот спящих христиан. Спящие души христианские. Бог будет пробуждать. Вот. А мертвые воскрешать. Это двойной Бог. Мне это слово пророчествовало тоже. Да. Вот это мы молимся все время. Спящий воскресенье из мертвых. Аминь. Так сильно мы трое молились. Я видела такого змея черного. С короной. Маленький. А когда была в России. Вот. Шесть лет назад. Еще до войны. Бог мне показал Путина. Вот. Как с рогами. Я еще думаю. Что это у меня. Моленники что ли. Представляете. И два года подряд. Я просто молилась. А вот. Когда вот видение видела. И потом начались эти войны. Потом я уже увидела. Вот это все. Ну да. Мы многого не понимаем. Дух Антихриста не так просто разоблачит просто. Понимаете ли. Порой боишься ошибиться. Я тоже. В те времена боялся ошибиться. Но сейчас уже когда все карты уже распытываю. Понимаете ли. Я тоже вот это омолизирую тебе. Иисус. Господи. Ты показывал. Просто молились. Просто на языках. Ну да. И это повлияло на вас. Очень сильно. Я точно знал. Что я буду служить. И все. Я буду. Мое служение. Служение воскресенье. Для православной церкви. Вообще. Ну хотя честно говоря. Я еще. Так вот. Хитрил. Перед Богом. Несколько месяцев. Я так. Ну я начну служение. Но я все ждал. Что кто-то начнет. Понимаете. Я не видел себя лидером никогда. Вот. Кто-то бы начал бы служение. Я думаю. Сейчас я молюсь. За тех священников. За тех. Вот. Кто-то начнет служение. Я на того смотрю. На третьего. Вот. А я бы помогал бы. Вот. Написано же. Он же сказал мне. Что значит. Молись за воскресенье. Думаю. Вот. Мое служение. Молиться. Помогать кому-то буду. На подхвате у кого-то. Но никто не решался двигаться в направлении. Я понимал. Что это сам обман просто. Вот. И потом думаю. Нет. Ну у меня знания не хватает. Мне нужно учиться еще. Видимо. Там значит. Это же шутка. Ну как бы. Одно дело. Там приходская жизнь. Такая церковная православная. Другое дело. Начинать церковь. С чего. Да и потом думаю. А зачем. И так православная церковь в Украине. И такая. И всякая. Пятая. И десятая. Думаю. Мысли были останавливающие. Вот. Мое служение. Но последним китайским предупреждением от Бога было. Видение. Видение. Я два раза в жизни видел видение. Не закрывая глаз своих. То есть вот. Находясь в уме. В памяти все. Открывалась еще другая реальность. Не выходя из тела. Я имею ввиду. Находясь в теле. Два раза видел видение в своей жизни. Один раз это было в экстриме. По сути предсмертном экстриме. Это было. Значит. В армии советской еще. Тогда. В 80-е годы еще. Значит. Советское время. Но. В карцере находясь. Значит. Ну. По сути было. Такое состояние уже предсмертное. То есть. Полтора месяца. Меня держали в карцере. Полтора месяца. Не спать. Не есть. На холоде. Быть в холоде. Постоянном. То есть. Это как бы. Это не передать. Значит. И пить хотелось. Жажда. Ну. Одним словом. И дышал еще. Флором этим всем. Потому что там. У нас там. Очень жестко было. Так вот. Ребятам делали. Так. У нас назывался аквариум. Еще при поступлении. Туда отбивали. Сразу печень. Почки. Они говорят. Что. Ваш. Гауквахты. Короче. Это. Короче. Самая такая. Жесткая. Гауквахта. Была у нас. Я при курсах выстрелов служил. В высших офицерских курсах. Вот. У нас больше полковник был. Чем рядовых. Вот. И. И вот на этих курсах была. Вот. Такая была жесткая очень гауквахта. Ну. Просто как бы. Как дестапо такое. Вот. И. Делали аквариум. Ребятам. Это вот 2-3 ведра холодной воды наливали. А там герметичные почти. Ну и полумрак. Значит. И. И. Холод. И. И туда еще совок хлора бросали. И. То есть. Это сразу. Сопли. И закрывали. А там это. Все это. Представляете. Хлором травить. Это короче. Ну вот. Кому расскажешь. Ну это. Пока. Это лучше даже не представлять. Короче. Это все сразу. Обжигается. Моментально. Глаза. Все. Значит. Абсолютно все. Это. Значит. Слезы. Сопли. И. Башка вот такая. И. Человек быстро сознание теряет. Потом его вытаскивают. Его приводят в себя. Вот. Значит. Потом повторяют еще. Если что. Вот. Значит. И. Довольно жестко очень было у нас. Вот. И. После такого аквариума. Меня поместили вот туда. То есть. Это. Там уже не было этого хлора. Но. Все эти вот. Все было прохлорировано. Это было ужасно. Конечно. И. Ну. По сути. Уже помирал. Потому что там. Месяц. Быть в холоде. Просто. Просто. В холоде быть. Насколько просто промерзаешь. Абсолютно. Вот. Значит. И. Знаете. Просто офицер. Который. Вот. Взялся за меня. Очень жестко. Полгода. Я. Фактически. Из карцера не выходил. Так вот. Ну. Выйду. Сутки. Двое. И снова туда. Ногаупав. Ну. Чаще всего в карте мне помешали. Ну. Последний раз это было самое жесткое. Полтора месяца держать я там. Было самое жесткое. Никогда такого не было там. Раньше. Ну. Самое максимальное там. Ну. День. Два. Три. Значит там. Дни пять. Одно время. Ну. Это было самое жесткое. А здесь. А потому что начальник штаба. Он сказал нашему родному. Что. Вот. Рот образцовый в полку. Но есть одна паршива овца. Которая. Все стадо портит. На моем личном деле. Оказывается. Кто-то написал. Еще в инкомате. Верующий. Короче. Вот. И начальник штаба считал это как бы проклятым, что это все для полка, бельмо полку. И знаете, первых полтора года у меня была нормальная служба, даже больше, чем нормальная. То есть там даже мой ротный командир, кстати, Западной Украины, он, видимо, тайно верующий был, или он из верующей семьи, возможно. Но он очень сильно, он не показывал, но это ощущалось, его покровительство всегда. И каждое воскресенье я был в храме, почти каждое воскресенье, первых полтора года, значит, о многом говорить, да, значит, и притом еще часто и в субботу вечером на все ночные попадал я. Вот, то есть он, ну, как бы, он вроде такой суровый детский был, но касательно церкви, да, что он знал, он знал точно, что я иду там, молюсь там, читаю, пою, помогаю даже священнику, вот, значит, как бы, и он все время так покровительствовал. Но потом его сняли, и вот новый ротный, он был из таких блатных еще у нас офицеров, старлей, но его родной отец, он был командующим военным округом, одним словом. То есть старший, генерал-полковник, представляете, да? Вот, значит, а его тесть приезжал к нам, тесть его приезжал к прокурору Московской области, старший, главный прокурор Московской области, тогда в Союзе. То есть, ну, такие очень, такие крутые люди. И вот, а начальник дисбата, куда мне должны были отправиться в дисбат после карцера, должны были отправить туда суд и дисбат, ну, воинская тюрьма. Начальник дисбата был его родной дядя. То есть там, там все схвачено вообще, там мафия. И пообещали дембель ногами вперед, одним словом. А там они, вот, мне так передали, что дембель уже делали ребятам некоторым ногами вперед, ну, вешали, и потом на самоубийство списывали очень легко солдата. Вот, из армии списать легко, а из дисбата, тем более, списать еще проще. Там до трех процентов состава можно списывать без всякого, там, даже, а то чисто бумажное объяснение и все. Вот, значит, и представляете, значит, ну, не хотелось дембель ногами вперед, значит, и, ну, одним словом, в том таком состоянии молиться нельзя было, там, только, как бы, намек был на какое-то, вообще, обращение к Богу, молитву, там, слышно, что все, значит, то сразу заходили тоже, опять, значит, там, все, отбивали. Вот, значит, и плюс еще, значит, сутки еще добавляли еще, то есть, ты не знаешь, сколько там будешь находиться вообще, я не знал общего срока, это там каждые сутки, двое суток, пятых, пять суток. Короче, добавляли, 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 и потом в общей сложности вышло полтора месяца. И вот в конце этого срока, вот, я видел видение, вот, это было первое в своей жизни, четко, ясно видел видение. Вот, притом это нежданно-никанно было абсолютно, то есть, я никак даже не ожидал подобного ничего в своей жизни. Вот, и, кстати, я однажды здесь, в Киеве, рассказывал это еще вот в конце 90-х было дело. На Харьковском, там было собрание одно массиве, там, значит, были курсанты военного училища, вот, значит, там, и, значит, и офицеры были некоторые. И там был один дядька, полковник, врач, психиатр. А, кстати, это курсанты, будущие военные врачи, о, военные врачи будущие. И этот дядька, этот полковник, он, значит, потом мы общались, уже после, да, служения. Я уж не помню, кто их пригласил или кто их привез, значит, ну, как вот так получилось, их было много, там, этих погонных людей. И вот, значит, и вот этот полковник, он сказал так, такие слова, что, ну, уважительно, так хорошо все. Вот, много, конечно, очень жестко, что с вами так произошло, вот такое, я тоже знаю пару таких случаев, будет, когда, ну, так вот, довольно жестко было. Но, говорит, при всем уважении, говорит, ну, это видение, я могу назвать именно галлюцинацией, говорит. Это была, у вас была галлюцинация, говорит, тогда. Вот, потому что дышать хлором целый месяц, на холоде быть, в голоде, в обезвоживании, ну, это все условия для хорошей галлюцинации. Но я ему сказал, говорит, товарищ, походе, говорю, при всем уважении, вот, я не медик, конечно, я художник, у меня совсем другое даже восприятие, даже вообще. Но, но, говорю, при всем уважении, говорю, это не было галлюцинацией, потому что галлюцинация, насколько я понимаю, она касается лишь самого человека, который это видит, как бы, да. А видение, оно касается, так или иначе, других людей, и оно меняет обстоятельства. Галлюцинация обстоятельства не меняет, говорю. Вот, значит, оно влияет, в лучшем случае, на самого человека этого. Вот, значит, а здесь видение, которое произвело действие, которое повлияло на многих людей, и, больше того, изменило само обстоятельство вообще все это. Вот это вот самое удивительное. Я видел Иисуса, видел яркий свет. Представьте, месяц находиться в полумраке, не видеть яркого света, лишь раз в сутки, когда новая рота в корула вступает, ты видишь коридор и электрический, ну, и свет. Он режет глаза тебе, ты, как бы, ну, потому что, не поначалу, особенно в конце, месяц проходит, это просто, ну, кажется, уже трогаешь с умом, потому что ты видишь яркий свет, он режет тебе глаза, значит. Вот, а здесь, представляете, значит, вижу намного более яркий свет, нежели там в коридоре что-то, да, мог бы увидеть. Ну, вот, представьте, вот, там, это как грузовый лифт, только цементный мешок такой застрявший, полумракный постоянно. И вот, и, там, потому что наверху такое окошечко, как бы, значит, и там, ну, такое слабое-слабое освещение. И, значит, и, представляете, значит, и вдруг вместо стены передо мною яркий свет, яркий-яркий свет. И первая мысль была, вот, наверное, вот, сошел с ума, наверное. Но эта мысль тут же ушла, потому что так хорошо стало вообще. Вот, что, как говорится, не в сказке сказать, не первым писать вообще. Так хорошо стало вообще. Такой мир, радость, любовь, вообще, все это потрясающе. Вот, и больше того, этот свет, вот, говорю, он для меня, как для художника, был настолько шокирующим. Потому что он не оставлял полутонов, теней никаких, он проходил насквозь. То есть он реально, как бы, и вне, и снаружи, он, он, как бы, вот, проходит сквозь, все вокруг освещает, но он не оставляет ни полутонов, ни теней. Это было потрясающе. Ну, я, потому что всегда, вот, любил игру свет и тени всегда, значит, а здесь ее не было. То есть просто свет был, и все. Вот, и, представляете, значит, и этот свет теплый. То есть я согрелся. Месяц промерз уже насквозь, именно насквозь промерз уже, все. Вот, только единственное, что меня согревало, это вот немного делаешь приседания, чуть-то там, отжимания, чтобы немного хоть разыгралась кровь, хоть теплее стало. Но поначалу помогает первые недели там, а потом уже не помогает даже. Ты понимаешь, что внутри ты холодный весь вообще, просто холодный. И здесь, а здесь я изнутри согрелся. И больше того, последние две недели я еще оставался там в карцере, и я не остывал. То есть я когда оттуда уходил, меня буквально не увольняли, с армией освобождали за армией. Фактически. Но не прямо с карцера, я еще в часть зашел, умылся, пообедал, в столовку переоделся, и потом получил от начальника штаба документы, и до КПП проводили. В принципе, вот такой был маршрут мой. Но, по сути, меня оттуда, прям, с гаупафты. Вот, значит, и представляете, интересно, что, да, я оттуда уходил, я был теплым. Я две недели последних я не оставал, то есть оставался теплым. Хотя ведение это было очень кратким, оно закончилось очень быстро, но теплота оставалась эта. И этот свет меня накормил, напоил, то есть у меня было тело довольно, ну, не знаю, но, как говорят, как паровоз. Довольное было тело, то есть как будто я выспался, как будто я поел, попил, отдохнул, выспался, ну, во всем. И, знаете, вот, и, хотя внешне все было то же самое, но все изменилось во мне. И еще, когда вот этот свет, он был ярким, сквозь проходил, в этом свете, хотя ярче что-то, представить было невозможно просто-напросто вообще. Ярче что-то еще, я думал, но оказалось возможно. И в этом свете еще свет, он еще ярче. Как вот это все по сравнению с этим светом, так вот этот свет по сравнению с тем светом. То есть это еще, это, ну, не опишешь, опять-таки, ну, можно с помощью живописи что-то попытаться изобразить, но это настолько ограничено, что это, ну, нет таких средств просто у нас здесь. Когда Куинджи, помните, из истории искусств, значит, он изобразил светящуюся луну. И он работал очень долго, очень, имел свои некоторые хитрости художнические, как говорится, в искусстве. И он добился такого эффекта, что публика, его коллеги-художники, многие заходили, и даже отлегая чуть в раму, и смотрели, нет ли там какого-то фонаричка, подсветочки какой-то. Потому что слишком уж настолько, вот, как бы, насколько было все светящимся, он изобразил. Кстати, одна из подсказок, камертон, не только у музыканта есть камертон, у художника тоже есть камертон, значит, но у всех свои секреты, у Куинджи это была просто горячая спичка, от нее уже все остальное он просматривал, вот, и добился такого эффекта. Так вот, представьте, это яркий свет, и это был Иисус, это был Иисус, и, не знаю, это трудно описать, ладно. Слушайте, а я начну опять сейчас дальше следействовать. У нас время-то есть? Время всегда есть. Я, в принципе, тоже опять не свободный. Знаете, то видение, оно было кратким, но очень четким, и это был Иисус, он очень сильно улыбался, довольный, счастливый, вообще, вот, ну, знаете, вот, представьте, самого вот счастливого человека, счастливый момент в его жизни, да? А это он такой вот счастливый, такой, довольный такой, вообще, настолько радостный такой, улыбающийся такой, вообще. Я там стою, еще не плачу, а он улыбается, довольный такой, и руки вот так вроде как бы обняться хочет, и приближается. А чем больше он приближается, у меня что, не просто там, у меня кипит все внутри, знаете, как будто просто все на паровую баню поместили, все мои кишки, все внутренности, оно все же клокочет аж, но не больно, но все. И вот самый момент, когда он уже был близко, уже, вот, ну, как вот, там, не знаю, как вот стена там там, но все. А ведь я вижу только свет, стены не вижу, той камеры, свет, он просто шел в этом свете, этот свет шел в этом свете. И в этот момент, значит, внутри, не внутри прозвучало такое, что все, как бы, достаточно, хватит, как бы, довольный, как бы, что-то такое. И оно прекратилось. Вот. Но я потом понял, что если бы еще секундочку продолжилось, я бы просто выпрыгнул бы из тела, просто-напросто вообще. Знаете, я знаю, что такое выдавливать из тела, как бы, это больно, но выпрыгнуть не пробовал. Ну, наверное, есть, наверное, и такой момент, просто в радости, просто, ты просто выпрыгиваешь, просто, и довольный очень. Вот, значит, я был готов даже к этому. Но момент, да, остановилось все это, я ничего больше не видел. Две недели оставался там, значит, но вот это присутствие, оно, как бы, как говорят, не выветривалось. Оно там оставалось просто. Даже это внешне очень сильно выражалось, очень сильно. И, кстати, я, ха, две недели, просто два-четыридесят сутки, семь дней в неделю стою просто там и улыбаюсь. Я когда осознавался тут, да, у меня вот эти мышцы даже болели. Потом я как бы сообразил, потому что я уже вышел, уже перестал улыбаться, но вот эти мышцы болели даже. То есть я два-четыре, потом только сообразил, две недели подряд, я только улыбался туда. Нет, не все время. Раз в сутки я заставлял себя не улыбаться, потому что, думаю, скажи, дурачок скажет. Я понимал, что, как бы, я иногда соображал, как бы, ну, так, 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 по-земному. Думаю, скажи, с ума сошел точно парень. Значит, и когда я слышал, что там уже новая рода в корову заступает, они там те камеры открывают, те камеры, уже сейчас вот меня откроют, уже мои камеры. Я заставлял себя сделать серьезное лицо, как бы. Это было раз в сутки. Ну, видимо, плохо получалось, вот. И не знаю, что думали эти официары, но, короче, я был очень счастлив и довольный. И я заставлял себя серьезно, так вот, как бы, ну, доклада, мы его не слушали уже. Официар заходил, обычно такая история, вот две недели подряд она повторялась. Кто бы из офицеров не заходил, у них такое было, такое выражение, знаете, как будто они ко мне в офис заходят. Как будто я босс, как будто они ко мне в офис заходят. Раньше они хозяева положения. А здесь, как будто они ко мне в офис. И самое интересное, знаете, они даже мой доклад не выслушивали. Значит, а так вот, а, Журавлев, что здесь, по стоянку, что ли, как бы, рукой махали и уходили. То есть, ну, а я еще, знаете, что еще, кроме того, что он заставлял себя не улыбаться. И второе, я вот, вот, сдерживал себя, знаете, у меня было сильное желание вот так вот обнять. Обнять так, приезжают так, этих офицеров, солдат, этих ребят, чтобы они почувствовали тоже, что я чувствую. Ну, они, видимо, даже на расстоянии без обнимашек чувствовали что-то такое. Видимо, да. Может, вы сияли, как и войти. Может, я не знаю, короче, что там они видели, я был просто счастлив. Они уходили, я расслаблялся, снова улыбался. Снова довольный, счастливый. Хотя внешне ничего не изменилось, я же не знал, что там уже все, там много что изменилось, все обстоятельства. Вот, внешне, ну, все было то же самое, мне добавляли еще сутки, двое суток. Я выслушал, вот, как бы, мне, вот, а, еще двое суток. Нет, вот, хоть, хоть, хоть вечность. Я просто такой довольный, счастливый такой вообще. Самое интересное, знаете, вот этот свет, он сделал такую работу интересную, что мое тело не хотело пить, не хотело есть. И не просто, как вот в том рассказе, да, когда мужики встречаются. Ну, и как твоя, говорит, лошадь там. А, говорит, только привыкла нержанше жить, вот, и сдохла, вот. Вот, знаете, это не привычка, вот, как бы, не есть, да. Одно дело привычка это, а другое дело, когда ты, тебе даже не надо напрягаться. Оно, тело довольно, тело довольно само. Хо, вот такое было переживание необычное. Но, скажу, что все поменялось, обстоятельства поменялись. А, кстати, мысли, иногда дьявол пытался своих пять копеек вставить. Знаете, вот, мысли такие, ну, пару раз приходили, наверное. Но они, знаете, как вот, если раньше они приходили и, как бы, и мучили. А здесь приходило, и тут же отскочило, и все. Вот такая мысль, что, а что если вот в дисбат полтора года впереди, значит, еще дисбата, да еще на дебель ногами вперед обещали сделать. А у меня сразу, знаете, ответ такой, смотри. И я, слава Богу, ну, мы вот с таким Богом, даже в ад тебя пошли, это будет рай просто вообще. Вот с таким Иисусом Христом, думаю, даже в самое правильное, это будет рай у тебя. И все, и мысли тут же, знаете, как горох об стенку. И все хорошо. А потом, я же не знал ничего, что там произошло в этой части. Я же не знал всех этих... Я, как бы, вот, получил документы, меня проводили до КПП, и только меня видели. Я даже вопросов никаких не задавал, оно мне надо, как бы. Вот пока, как говорится, дают, бери. Отпускают, беги, короче, все. Вот, спустя некоторое время я встретился с одним товарищем, там, прапорщиком, особистом. Он был в секретной части полка, короче. Мы с ним общались в конце 91-го года, начало 92-го уже было, да. Я священником служил в Рязани, вот, тогда. Уже меня как раз руку положили священником в 91-м году, получается, в конце 91-го года. И, представляете, с Рязани на Москву часто приезжаю, там много друзей у меня было в Москве, священников. Тоже молодые священники. Некоторые чуть постарше у меня, правда, были, но вот мы дружили, общались, я приезжал к ним часто. Вот, с теми, кто были там, у меня по Рязанской области, я не находил контакта, к сожалению, со священниками. Ну, в основном, вот, это и... То есть, вообще, как бы, ни о чем не поговоришь нормально. Вот, в основном, к сожалению. А в Москве было там 2-3 священника, точно с кем можно было поговорить вообще, ну, вообще о вере, вообще нормально поговорить. Вот, и о Боге там что-то поговорить. Вообще, то есть, люди, пережившие что-то в своей жизни, знаете, вот, Георгий Чистяков был живой тогда еще. Вот, мы с ним дружили, общались. Вот, он меня единственный, единственный, кто поддерживал, наверное, тогда вот. Вот, даже и финансовый частый такой. И вообще, он молодец, он такой был, очень такой открытый человек. Он, к сожалению, болел тяжело, вот, и скончался. Вот. Борисов, ну, с Борисовым редко вообще виделись, вообще даже так, поскольку поскольку. Вот. Вот, Чистяков, Початков, ну, были священники, одним словом, с кем общались. Я сейчас не про то. А то, что насчет, представляете, встречаю этого прапорщика бывшего. Он, оказывается, уже диаконом служит. Пошел в храм православный служить, короче. Ну, и по диаконству, потом его в диакона руку вложили. Вот это, да, товарищ прапорщик. Да, он мне рассказывает такую историю. Представляете, мы с ним встретились вообще, столкнулись случайно, первый раз, в электричке. Вот, значит, а он особист, он сразу глаз на него, наметанный. Сережа? Разорвается. Ихбин, их, как говорится. А я не сразу узнал его еще. Вот, ну, он такой вот, незапоминаемый лицо совершенно. Вот, как бы, хотя бородка, с бородка его уже так, ну, так приятно посмотреть уже. Вот, значит, и, представляете, значит, он мне рассказывает, а ты не знаешь, что было там в части-то? Почему тебя отпустили? Почему ты вот, ну, тебя же должны были в диспад отправить? Я говорю, ну, да, должны были, но не отправили. А что произошло? Я говорю, я же не знаю. Слушай, говорит, историю. Слушай историю. Оказывается, тот офицер, который хотел меня убить, ногами вперед, дембель сделать, он сам дембельнулся ногами вперед. Оказывается, там все переменило. Он погиб, и притом погиб, ну, настолько глупо, что даже поэтому в полку ходила молва, что ему не помогли, значит, знаете ли, погибнуть. Утонул, ну, на пионерском пляже буквально, фактически. Чемпион, пловец, профессиональный. Там, ну, невозможно было выполнить вообще. Там ничего, ну, как это произошло, один только Бог знает теперь, конечно. Вот, и страх Божий напал, знаете, вот на этих офицеров, значит. А там уже в полку, в нашем полку, допустим, там, ну, большая часть офицеров, от лейтенантов до подполковника, имели новые заветы. Благодаря вашему покорному услуге. Я снабжал их подрывной литературой. Хотя в 80-е годы, до себя было очень трудно все это. Но я же приходил к священнику, к отцу Иоанну, в Паташинскому, может, тоже покойному, кстати. Вот. И он по своим там поповским связям, каналам доставал новые заветы. Ну, тогда за большие деньги, там, 25 рублей, тогда, значит, там, новые заветы, издания такие. Ну, вот я, офицеры мне отстегивали деньги, я приносил батюшке, покупал новые заветы, передавал туда. Вот, на КПП меня встречали, чтобы меня не отсматривали ничего, значит, потому что у нас часть была такая, секретная, по сути. Значит, пропускали меня с новыми заветами, то есть, приходил, вручал им. Вот, там один майор был такой интересный, фамилия у меня такая, что-то знаю, Боргатынь, значит. Значит, и он, значит, говорит, а вот точно, вот то, что рассказываешь, там есть рай, ад, значит, я говорю, ну, товарищ Мир, точно есть, ну, эх, черт, у меня большие проблемы. Ну, значит, с матом, правда, ну, это вот, вот, как бы так вот. Вот, но, по крайней мере, новый завет взял, поблагодарил, значит, и, вот, я не знаю, как там, но я буду читать. Вот, значит, и офицеры, когда вот новый, родный пришел, значит, наш, и когда вот это все началось, они чуть-чуть и не вставки уже делали, вот, то, кого. То есть, они понимали, что это противостояние такое, ну, это, до того они видели чудеса, просто, которые там происходили, ну, будем так говорить, это тема истории. Происходили чудеса, одним словом, там, в моей жизни, вот, значит, которые, ну, когда живешь в тесном коллективе, понимаете, там ничего, в стогу и сено, не утаишь ничего, одним словом, когда все вместе, вот, а если где-то там, значит, там, где-то там, ну, далеко, это другое дело совсем, а в небольшом коллективе, там, где все как облупленные, вот, значит, там все очень четко явлено было. Вот, и знаете, что, значит, и когда все это произошло, то многие, ну, точно знали, что Бог живой, Бог реальный, вот, вот, и пример того офицера, который, вот, так вот, он не меня ненавидел, он ненавидел Бога, вот, саму идиот, он был таким, ярым отрицентом, ну, и, конечно, вот, лейтенант молодой, да, вот, решил выслужиться, так вот, вот, на верующем отыграться. Ладно, я извиняюсь, что начал такое свидетельство, но это как по поводу видения, вот, первый раз в моей жизни было видение такое, а второй раз было совершенно другое видение и совершенно в других обстоятельствах, без всякого экстрима, абсолютно ничего, все было, я был доволен, значит, и без никаких внешних, поэтому меня удивление берет порой, что вот он что хочет, то и делает, вот, и когда хочет, вот, и, знаете, здесь невозможно просчитать, вот откуда приходят, куда уходят, трудно сказать, невозможно, это другое измерение, реально, это как профессор, он академик, капится, капится, спокойно, капится, как он объяснял, была программа его, значит, интересная, и, значит, он там с другим академиком, они говорили об иных измерениях, вот, значит, и о многомерном мире, как вот тогда, и вот он нарисовал человечков, вот, значит, и представьте, вот эти человечки живут в таком мире, вот, они не знают вот этого измерения, да, они знают только вот свои эти измерения, и вот я, говорит, он брал карандаш, капится, пробивал насквозь, значит, и показывал, смотрите, вот, для этих человечков, то, что произошло сейчас, это просто вот появился кружок такой, в их мире, но для меня, имеющего вот такое еще измерение, это карандаш пробивающий, вот, этот мир, ихний, плоский мир такой, вот, и вот мы люди, говоря об иных измерениях, мы не можем это, как бы, вот, правильно объяснить для себя даже, это совсем другой мир, но я скажу так, продолжаю, вот, именно, то, что капится, говорю тогда, Божий мир, Божья реальность, она более реальная реальность, но эта реальность тоже реальная, она очень хорошая, и Бог очень сильно все прекрасно создал вообще, весьма хорошо, Он запустил временной механизм, да, еще даже Солнца не было, Луны не было, но время уже началось, вот, некоторые говорят, это тысячи лет, нашего измерения, нет, это были те дни, которые мы и сейчас знаем, 24 часа в сутки, но это было Божье, актом Божьего творения, Божье чудо, временное чудо, время это Божье творение, да, а видение, которое я видел в конце 2000 года, а, чай еще, а, ну, коротко скажу, я видел видение, я видел большое служение, представьте, я был на собрании в гостях, и в одной из церквей харизматичной, хотел послушать проповедника, но, представляете, вдруг над сценой, на этой сцене, вот, которую я видел передо мной, было несколько всего лишь музыкантов, и они слегка подыгрывали, после уже прославления, поклонения, проповедник вышел на сцену, и он конспекты пересматривал, как бы, переворачивал, и люди уже стали немного зевать в зале, как бы, ну, такая пауза, продолжительная получилась такая, но, вот эти на сцене музыканты, они так слегка так подыгрывали чуть-чуть, вот, как бы, музычку такую, вот, и все ждали начала, вот, как бы, ну, продолжение проповеди, собственно, слова, а проповедник, что-то мешало, не начинал, вот, может, молился про тебя, я не знаю, и вот в этот момент я видел видение, я тоже начал, как бы, так, скучать немного, чуть-чуть, смотреть, может, кого знакомого в зале увижу еще, вот, значит, и вдруг над сценой я увидел еще одну сцену, только она была огромная, знаете, как в китайской перспективе, веером, вот так вот, огромная сцена открылась, и если на этой сцене были лишь единицы музыкантов, то там были сотни музыкантов, я такую сцену не видел никогда в жизни, вообще, в реальной жизни не видел, одних скрипок были, ну, сотни, скажу так, одних скрипок, это большие скрипки, там, какие только инструменты не были, разные музыкальные инструменты, сотни, сотни музыкантов на разных, разных инструментах, и они так слаженно играли, я не прекращаю понимать вот этой реальности, я не теряю вкус этой реальности, я даже слышу звуки, которые вот эти вот на сцене играются, да, слышу эти звуки, но я слышу и тот звук, и он вообще потрясающий, значит, что-то, что такое среднее между банихиновскому вот, аллилуйя, 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 да, и вот поли-мария, ранние их композиции вот эти вот, легкие такие, вот что-то такое напомнило мне и то, и то среднее такое, но я не музыкант, не могу это передать, это, знаете, вот удивительно, красиво, но и легко, и красиво, и во сне я видел, о, во сне, ну, это потом было объяснение, как бы, но в том видении, знаете, вот, как будто бы тогда еще сенсоров не было, но вот, как вот типа сенсоров, ну, некоторые я видел близко людей, некоторых, и я знал их истории, то есть я понимал, что в их, в моей реальности, вот сейчас я нахожусь, ну, находился в конце 2000-х года, эти люди совсем другие, и они вообще, одним словом, видел служение людей, много присутствовало, которые, которых Бог хочет видеть, будем так говорить, в этом служении, но которые в моей реальности еще не знают Бога вообще даже, и погибают, погибают от грехов. Одна женщина играла на скрипке очень красиво, там она, ну, как бы, может, у нее партия такая отдельная была еще, вот, она погибала, конкретно пьянство, вот, в моем мире, а в том она славила Бога, вот, и там еще, касательно других людей, там потрясающие истории, но Бог их видел вот там, прославляющими, и, представляете, тихий голос, как будто моя мысль, тут же, я еще вижу все это, еще я в изумлении, и тихий голос внутри говорит примерно следующее, так вот, что говорит, что я должен начать свое служение, это, а если не начну, то эти люди погибнут, а кровь их защищусь с тебя, и когда это вот, что защищусь с тебя, и все закрывается, как открылось, так и закрылось, я больше ничего не вижу, вижу только эту сцену, вот этот мир реально, в котором я нахожусь, но ту реальность я уже потерял, не вижу, и, знаете, я еле досидел до конца служения, бегом домой, и уже дома уже каюсь уже, и говорю, Господь, все, я, я понял, я не хочу, мне некоторые спрашивают, значит, там, с тех пор, бывает, спрашивают, значит, а вы не боитесь служить, делать то, что вы сейчас делаете? Я говорю, знаете, у меня бывает другая проблема, я боюсь не делать, потому что, если человек против тебя, это одна проблема, да, но если Бог будет взыскивать с тебя кровь людей, то не дай Бог вообще, это самое серьезное вообще, что может быть, из всех предупреждений, поэтому я служу. Хорошо, чай пьем, потом продолжим, да? Спасибо. На здоровье, слава Богу.